Целых три месяца от него не было ни единого ролика, при условии, что раньше видосы выходили практически каждый день. Что же случилось с Киргизом? Почему его так долго не было? И, наконец-таки, мы снова его видим. Он камбэкает в PUBG Mobile, и я надеюсь, что мы можем от него ждать новых рекордов, ну и просто крутого геймплея. Давайте посмотрим на, во-первых, его единственный, пока что который мы могли видеть, геймплей на новом режиме в Замерзшем Королевстве. Ну и просто поглядим, не потерял ли он свой скилл. Я надеюсь, что с ним абсолютно все было нормально. Я не знаю причин такого отсутствия, друзья мои. Если кто знает, можете написать в комментариях. Но надеюсь, что просто был занят. А не как у Токаза, например, что сломал какую-либо часть тела. Просто надеюсь, что все хорошо. И рад возвращению, конечно же, потому что Киргиз очень крутой игрок. Всегда приятно за ним наблюдать. Ну и будем надеяться, что больше таких вот пропаж не будет. В принципе, катает, как обычно. Да, ничего не изменилось в плохую, так скажем, сторону. Разве что только в хорошую. И вот, пожалуйста, закрыл сквад. Буквально с закрытыми глазами красава. И 6 убийств на ТОП-97. Это не может не радовать. Ну и, конечно, друзья, спонсором сегодняшнего ролика является компания 1Х. Самая надежная, с самыми лучшими коэффициентами. Поэтому, если вам нравится наблюдать за спортивными или киберспортивными матчами, вы хотели бы получать больше эмоций от просмотра и подогреть собственный интерес, то в закрепленном комментарии под этим роликом вы с легкостью найдете ссылочку. И там по промокоду Ирокез вы получите до 520 долларов бонусом. Я вам желаю только удачи, только побед и всего наилучшего. Хорошо закрыл еще парочку игроков. Я так понимаю, что ранг здесь должен быть более-менее нормальный. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Ну, видно, что Кыргыз не сидел без дела. И что даже вне видео он играл. И, по-любому, не растерял никакие навыки. Потому что, знаю по себе, если ты в какую-то игру не заходишь в длительный период, а три месяца это действительно долго, то потом, когда приходишь, нужно некоторое время, ну, просто на то, чтобы вспомнить, как что делать. Здесь же, по идее, я думаю, что какого-то сверхдолгого перерыва у него не было. Отличнейший наводится. Забирает девятого пацана. И практически зачистил стартовую локу. Хотя, всегда может кто-то еще прилететь. Но начало очень даже бодрое. И пока что, ну вот, зная Кыргыза, так начинаются катки на 30+. Убийств. Я надеюсь, что именно так и будет. Хорош! Как же больно закрывается. Бизона пацанов, которые подставляются и выходят из укрытия. Ну и остался последний, я так понимаю, представитель этого сквада, который пытается что-то сделать. Кыргыз его ловит на полу при фаерах. И знает, что тот спустился вниз. Его было очень отчетливо слышно. Да! Отличная граната. Одиннадцатый фраг плюс двенадцатый. Вот там вот лежит, ползает. Все! Локация чиста. Никого здесь нет. Взял оленя и поехал в сторону поляны. Немножечко застрял, бывает. Зацепился рогом за дерево. Бедный олень. Интересно, есть ли у Кыргыза какая-нибудь новая поганья. Мне кажется, должна быть. Почему нет? С помощью оленей, кстати, легко можно запрыгивать на крыше. Нам это отлично показал Зенос. Так что не забываем и, конечно же, пользуемся. Потому что знаешь и не делаешь, равно не знаешь. Ну а вот сегодняшние победители, которые уже получили свои UC-шки от OnTop UCShop. Друзья, там всегда самые выгодные цены, отличнейшие предложения, большое количество способов оплаты. Все удобно, надежно, быстро, а главное, безопасно, никаких проблем с аккаунтом. Поэтому обязательно переходите по ссылочке в описании или к ЮР-коду, который сейчас надо мной. Подписывайтесь на магазин OnTop, ведь если вы подписаны, то у вас больше шанс победить в розыгрыше и залутать бесплатные UC. Ну и, конечно же, помните, что если вам нужно купить UC, то делаем это в OnTop UCShop. Отлично, слышно стрельбу. Единственное, что это, скорее всего, с общаг, с вот этих трехэтажек. И на поляне достаточно неудобно от них отыгрывать. Там народе спрячется, их очень много. Это не как на школе 2-3 общаги, которые обычно все занимают. А здесь вот прям их очень много. И обычно тут один какой-то склад рассаживается, где-то рассредотачивается по этим шести зданиям. И пока ты их найдешь, пройдет столько времени, что уже устанешь. Ну вот, 17 убийств, топ 47. Все еще очень хороший темп, все еще идет крайне бодро, отлично. Тридцатка здесь, ну, мне кажется, должна быть. Ну и, конечно, если вдруг, друзья, вы не знаете, то любой из вас может получать бесплатные UC-шки просто благодаря просмотру моих видосов. Для этого нужно сделать простые вещи. Первое, это подписаться на канал с колокольчиком. Второе, это подписаться на мой ТикТок. Ссылочка есть в описании. Если вы думаете, что подписаны, это не так, перепроверьте. У меня новый аккаунт, предыдущий забанили. Вчера только создал, так что вы, скорее всего, не подписаны. Обязательно зайдите. Ну и написать под этим роликом совершенно любой комментарий, который будет состоять больше, чем из четырех слов. И в нем нужно указать свой ID. Три счастливчика получат по 385 UC уже завтра. И я их покажу в следующем ролике. Это очко! Хорош! Лень жестко дал. 21 есть. А народу еще полно. Не, ну вот это тот кыргыз, которого мы знаем, друзья мои. Этот человек, который вот как разваливал, так и разваливает. Не может не радовать, что длительная пропажа никак не сказалась. На форме, на скиле, на результативности. Проверка на лоха только что соперникам была не пройдена совершенно. Наказан налегке. Но я не знаю, кто в 2023 еще занимает эту позицию с окном. Но она же... Но она же самая читаемая на общагах вообще из всех. Держу в курсе. Можно встать вот абсолютно так же, как все становятся за вот этим окном. Можно встать вправо за стеночку. И также палить дверной проем. По эффективности эта позиция будет примерно такая же. Ну, может, чуть-чуть менее эффективна. Но при этом туда нельзя так закинуть гранату рикошетом. Не получится. Так что, если что, пользуйтесь. Вот вам, короче, будет явное отличие скиллового пацана от не скиллового. Крутые чуваки становятся вот там справа. А вот чуваки, которые хотят отлетать от одной гранаты, будут становиться вот там слева. И умирать раз за разом, пока не научатся. Все основные локи уже посещены. Ну, единственное, что починки не были. Но, видимо, они не особо в круге. И вот тут начинается такая немножечко нестандартная игра. Потому что ты не знаешь, куда тебе ехать конкретно для того, чтобы найти большое количество соперников. Но вот Кыргизу повезло. Трое даже, я подумал, их два. Три пацана на оленях. Проезжали мимо и сами отлетели, как олени, да? Не, все-таки приехал в починке. Опа, стоит тачка. Плюс я слышал два топота. Один парень наверху, второй я не понял, где. А, вот он, он, видимо. Ай-яй-яй-яй-яй! Дропшот сейчас сработал, помог. Это, видимо, тот верхний спрыгнул. Какие-то префайеры, какая-то движуха. Не, братанчик, все, ты уже потерял свой нужный тебе тайминг. Тут, как бы, без вариантов. Ну и, наверное, еще в самих починках может кто-то быть. Церковь надо посмотреть. Кстати, забавно, раньше церковь, мне кажется, была более популярной локацией. Сейчас не так часто там кто-то отдыхает, занимает ее. Ой-ой-ой, ну залети же ты! Хорошо, я был бы немножечко расстроен за Кыргыза, если бы не залетела, потому что, ну, стрелял качественно. Просто что-то какой-то парень бронированный попался. И вот дружбан, и еще кто-то в спину. Так, а в смысле, у вас должно быть двое. Добей ровно двоих, этого потом. Нормально, он как раз зашкерился. Вот, отлично. Вот так, и второго. И на супер очко! Джазет, глянь, супер профессионала, да, забрал друга Кофина. Но это не тот Джазет, у него другой никнейм. Это какой-то его фанат. Опа! Плюс АВМчик. Это хорошо. Оставит ли с грозой, или с Эмкой, или вообще забьет и не будет брать. Сейчас посмотрим. Последний вариант. Ну и правильно. Решил, что ему не нужны вот эти вот снайперские девайсы. Вся фигня. Главное сейчас... А, не, нормально. Я думал, захочет пересаживаться. Но завел тачку за забор, так что у него уже есть укрытие. И поэтому оно не требовалось дополнительно. Так, а внимание, вопрос. Будет ли с ракет? Вполне возможен. Все еще. Слушай, а если... А если это рекорд какой-то? Ай-яй-яй. Нет. Нет. Ну я же только подумал. И не показал, кстати, какой ранг. Мне было интересно. Ну допустим. Окей, ладно. Но все равно была очень хорошая катка. Здесь просто... Ну... Может не повезло. Может слегка переагрессировал. Наверное, стоило сыграть чуть более грамотно. Но ничего страшного. Все равно матч... Отличный, великолепнейший. И, конечно же, посмотрим еще один. И также, друзья, очень важно... Хочу поблагодарить тех, кто подписался с предыдущего ролика. 36 человек. Добро пожаловать. Я рад всем новеньким. И спасибо, что вы здесь. Ну а тем, кто и так давно подписан и регулярно смотрит видосы, вам вообще отдельнейший респект. Вы просто красавчики. Лучшие. Элита. Парень справа быкует. Вот они, ребятки, что-то тут пытаются оформить. Ага. Хорош! Вот это прям было красиво. Так, в полете забрать с микроузика. Инда есть. Единственное, что... Что-то он не хилится. А вопрос, почему? Может, бустов хотя бы в флушкалу сделаешь? Не-не-не-не, что-то подзабивает и хавает большую аптеку. Тоже вариант. Тоже нормально. Много народа упало сюда. 15 человек только что было. Чекает угол. Знал, что здесь есть чел, но не увидел его. Нормально. Друзья, ни в коем случае так не забивайтесь в угол, потому что, сами видите, это очень неэффективная стратегия ситуация против нормального игрока. У тебя всегда должен быть какой-то путь отхода и какое-то укрытие. Здесь же парень был просто зажат и одним-двумя нормальными пеканиями умирал без шансов. Хорошо. Стирает, конечно же, крайне быстро, крайне бодро. И какой-то парень вызвал дроп или не успел. То ли не успел, то ли еще не было времени, потому что должен был быть звук колокола. Но сейчас может и сам Кыргызова вызовет, нет? По идее, он должен знать. Он, в принципе, видно, что ориентируется в этом режиме. Единственное, что ни разу не видел, чтобы он использовал снежковую пушку, хотя в руках она у него всегда есть. Опять же, снежковая пушка это не какая-то имба, но это неплохой ресурс, который можно иногда юзать для создания укрытия. Или для того, чтобы забраться на какую-то крышу, обычно недоступную. То есть, достаточно удобная тема. Ну и плюс, она все равно занимает слот пистолета, который обычно тебе не нужен. Злой снеговик. Такие они хмурые сидят все время, такие прям усюка. Че-то недоволен ты, братан. А че ты недоволен? Ты снеговик, стой себе, да кайфуй. Морковка у тебя вроде не маленькая. Непонятно, че он такой сердитый. Вот тут мне интересно, как он по оленю определил, что там чел слышал или что? Или по запаху? Как-то так жестко развернулся. На парня за камнем. Здесь, по-моему, немножечко не так бодро по темпу, как в предыдущем матче. Но все равно какую-то десятку со старта уж точно должен вынести. Ай-яй-яй-яй, как так-то? Как не нокнул? И открыто выпрыгивает. Вот это сейчас очень странный мув был. Куда ты двинул-то? Ага, легчайший. Ну и мы помним, что здесь есть вот этот недобитыш маленький. Правда, похоже, он куда-то делся. А, не, вот он он. А кто его нокнул? А, не важно. Главное, что каргиздоел. 13. Два фрага не показал. И топ-48. Ну да, поменьше. Поменьше убийств, чем было, по-моему, чуть-чуть. Зато нашел МГ-3. Я так понимаю, что вызвал дроп на старте. С помощью колокольчика. Ну и дальше уже. Взял то, что ему было нужно. О! Взял специально на упреждение. Но при этом человек не вовремя остановился. И получилось так, что... Поначалу пострелял в воздух. Это тоже нормальная тема, когда по-моему стреляют. Остановиться, когда бежишь или на транспорте. Это, ну, неожиданно. Единственное, что на транспорте... Потом ты уже не сможешь никуда уехать, скорее всего. Поскольку большинство тачек начинают динамику довольно медленно. И пока разгонятся. Хорош! Слушай, из ниоткуда буквально высрал только что 4 фрага. Очень жестко форманул. Прям крайне бодро. Ну и тут 30 плюс опять. С легкостью могут быть. Опять же, крайне удобно ловят чуваков без укрытия. Хорошая башка. Дай кусочек пирожка, да? Отлично! Принцесса Аня. Презентал Лина. Я думал, принцесса Лина. Думаю, ничего себе. Так, ну и сейчас самое важное. Вот этого добил, вот этого добил. Это 20-ка, значит. Нужно еще один какой-то парень, чтобы отсюда вылез, появился. И вот... Не, ну это вроде топает нокнутый. Ага. Чуваки, давайте, зовите ровно одного друга. Не, все еще 20. Вот он, он, тот самый ровно один друг, который нам нужен. И вот он умирает. И это очко! Оооооо, хорош. Ну, уже, по-моему, 30-ка здесь. Ну, как бы, может быть, но обычно еще какой-нибудь паренек там от зоны откиснет, потом еще кто-то от второго оппонента, что-нибудь такое, поэтому похоже, что под 30, хотя, может быть, я и ошибаюсь. Опа, это что за отряд пацанов, лежащих в траве в гили-костюмах? Вот, как я говорил, один от зоны откисает. Ну, вот теперь ровно осталось. Если вообще никого больше не останется, то... Ай-яй-яй, 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 не, нормально, улетел. Что-то я как-то много гили-костюмов на квадратный сантиметр, вам не кажется? Пытается уехать из красной зоны, чтобы сейчас она не шотнула, но, в принципе, да, будет немножечко обидно. Красная зона, ладно, я сейчас видел это, видос на чемпионате мира по ПКшному PUBG, который сейчас проходит на Викенде. Там добавили медведей, которые просто там что-то ходят и на тебя барагузят. Ну, я не знаю, как зомби здесь, наверное, или что-то такое. И вот проигрок там что-то стоял, чекал, стрелялся с кем-то, и к нему просто медведь подбежал и съел его. Так забавно. Просто взял и схавал. Прикинь, вот ты играешь на турнире за 2 миллиона долларов, Стараешься, потеешь, и к тебе медведь подбегает и ест. И ты такой, че? Какого? Ну да, слушай, нет, нет, 29 уже максимум. Вот он, он один куда-то делся. Устюка, украли фраг у Кыргиза, получается. Так, проверочка лестницы. Зона, кстати, на общагах, Райдину бы понравилась. Хорошо перепрыгнул. Одного слышу, не знаю насчет второго. Но вполне вероятно, это дуо, так что нужно быть на чеку. Не, сольник. Ну так даже лучше. Один на один остается, и вот он, он последний месье. Где ты? В домиках? Ага, пострелял. Вот это вот поскользить, это достаточно опасно. Но чел подтупливает из-за плашки. Ничего не видно, это не я, друзья мои, если что. Но тут его просто сажает на кулак. Это топ-1. 29 фрагов. Красава Кыргиз, очень рад его возвращению. Но вам, друзья, спасибо за просмотр. Стримы каждый вечер, я жду вас по ссылке в описании. И резкое прощание. Продолжение следует. Продолжение следует...